Всем привет, с вами Информ ТВ. Данила Певцов красивый молодой человек и талантливый актер. Он прожил недолгую, но насыщенную событиями жизнь. Родился он в Москве и воспитывался в творческой и интеллигентной семье. Его мать Лариса Блажко является актрисой, а отец его не нуждается в представлении, ведь речь идет о народном артисте Российской Федерации Дмитрие Певцове. Родители нашего героя не состояли в законном браке, но проживали под одной крышей. Спустя несколько месяцев после появления сына на свет, Лариса узнала о том, что у Дмитрия роман на стороне. Она не стала устраивать скандал, а просто собрала вещи и покинула съемную квартиру. В 91-м она взяла мальчика и переехала с ним в Канаду. В городе Монреале Лариса устроилась на работу в местный театр, а воспитанием мальчика занималась профессиональная няня. Вскоре у Данила появился отчим, гражданин Канады. Парень никогда не забывал о родном отце. Даже находясь на большом расстоянии, мальчик продолжал общаться с Дмитрием. Это происходило посредством писем, а также разговоров по телефону. Но за все время нахождения в Канаде наш герой так и не проникся этой страной и попросился у мамы вернуться в Россию. Дмитрий Певцов забрал мальчика к себе, а Лариса осталась жить в Канаде. Вскоре он поступил во ВГИК, а после окончания училища его приняли в труппы Театра Луны. Впервые на экранах Певцов появился в 2011 году. Он снялся в украинской ленте чемпиона из Подворотни. В том же году вышел второй фильм «Ящик Пандоры». Последней картиной в его жизни стала мелодрама «Ангел в сердце». Данила исполнила одну из главных ролей. В последние годы Данила много времени проводил с отцом и его новой семьей. Дроздова смогла найти с парнем общий язык, а своего сводного брата Елисея Данила просто обожал. У нашего героя было очень много планов на будущие годы. К сожалению, им не суждено было сбыться. С ним случилась трагедия. Вечером в августе 2012 Данила отправился в ресторан на встречу с одноклассниками. Ребята давно не видели друг друга. Когда заведение закрылось, они отправились домой к одной из одноклассниц. На дворе было уже раннее утро. Наш герой вместе с двумя подругами вышел на балкон, чтобы покурить. Парень неудачно оперся руками о перила и упал с третьего этажа. Сразу же потерял сознание. Его друзья вызвали карету скорой помощи и позвонили отцу Данилы. Врачи диагностировали у парня переломы конечностей, сотрясение мозга и сдавление позвоночника. Специалисты Боткинской больницы несколько дней боролись за его жизнь. Ему были проведены две сложные операции, но состояние пациента не улучшилось. В сентябре 2012 его не стало. Дмитрий Певцов сообщил, что никого не винит в смерти сына. Это был несчастный случай. Цитата. «Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах. Никто в его уходе не виноват. То есть он взлетел, как ангел. И все», – рассуждает Певцов. Дмитрий рассказал, что оправиться после гибели сына ему помог храм и чтение православных книг. А вы помните этого прекрасного молодого актера? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!